Гонорея при беременности Чем опасна гонорея при беременности? Гонорея – это венерическое заболевание, которое передается преимущественно при половом контакте. Возбудитель гонококковой инфекции – нейстерия гонорея. Поражает слизистые оболочки половых органов, уретры, то есть мочеиспускательного канала, прямой кишки, полости рта. Попав во влагалище беременной женщины, инфекция проникает через шейку в полость матки, поражая в дальнейшем ее придатки. Во время родов при прохождении по родовым путям может произойти заражение младенца. У новорожденного ребенка гонококковая инфекция вызывает бленорею, то есть поражение конъюнктивы глазного яблока и гонорею половых органов. Факторы, способствующие заражению – это игнорирование применения презерватива при случайных или беспорядочных половых связи, частая смена половых партнеров, нарушение правил личной геены. Гонорея при беременности – как проявляется заболевание? Инкубационный период заболевания может продолжаться от 3 до 7 дней после попадания инфекции на слизистой оболочке. Болезнь может начинаться остро или принять хроническое течение. Чаще заболевание протекает в острой форме. Симптомы, указывающие на начало процесса в организме – это наличие слизистогнойных выделений с половых путей, зуда, жжения в области влагалища, учащение и наличие боли при мочеиспускании. Возможен даже подъем температуры тела. В случае хронического течения признаки заболевания нередко отсутствуют или слабо выражены. Гонорея у женщин может вызвать следующие осложнения. Это воспаление поражению уретры, воспаление цервикального канала шейки матки, инфицирование эндометрия, что приводит к развитию эндометрита. Если инфекция распространяется на придатке матки, то возникает сальпинго-оофорит в специфической петеологии. В случае поражения гонококами прямой кишки развивается гонорийный проктит. Гонорея при беременности имеет те же самые симптомы, как и при отсутствии беременности. В период беременности у женщины снижается иммунитет, так что может иметь место поражение половых органов и другими не менее опасными инфекциями. Какие могут быть последствия гонореи при беременности? Для беременной женщины последствия заболевания могут быть достаточно серьезными. Не только потому, что воспалительный процесс может перейти на внутренние половые органы, но и потому, что гонорея может вызвать необратимые процессы, угрожающие жизни плода. На начальных этапах развития беременности может развиться воспаление матки и придатков. На этом фоне возможна гибель плода в результате интоксикации, ведущая к самопроизвольному перерыванию беременности, к самопроизвольному выкидышу. Поражение инфекции половых органов женщины способствует образованию спаечного процесса в органах малого таза и приводит к нарушению проходимости маточных труб, что в итоге может стать основой причины бесплодия, а также развития внематочной беременности. Поэтому, если женщине длительное время не удается забеременеть, то следует пройти обследование на наличие гонорейной инфекции. Диагностика гонореи при беременности. При наличии признаков заболевания беременной женщине следует незамедлительно сообщить о проблеме своему лечащему врачу. Гинеколог расскажет, как подготовиться к обследованию и какие анализы надо сдать. После выявления причины появившихся симптомов назначают профилактическое лечение осложнений. С целью выявления возбудителя и сопутствующей инфекции требуется сдать мазок на флору. Материал для исследования отправляется в лабораторию, где проводят посев. После чего выросшие колонии изучают под микроскопом. При подтверждении наличия гонококовой инфекции проводят проверку на чувствительность к антибиотикам. Подтверждение диагноза проводят с помощью ПЦР-диагностики. Так как гонорея относится к группе венерических заболеваний, то лечение гонореи беременных может проводить как гинеколог, так и доктор-венеролог. При наличии у женщины инфицирования проводится обследование ее полового партнера и его лечения. При наличии угрозы перерывания беременности женщину помещают в стационар. Там назначаются препараты системного действия и местное лечение, если присутствуют другие заболевания, передающиеся половым путем. Антибиотики назначают независимо от срока беременности. Антибактериальная терапия проводится с эфалоспоринами. Для достижения результата бывает достаточно одной отнутримышечной инъекции. Если у женщины аллергия к этой группе препаратов, то в качестве альтернативы используют макролиды, например, эритромицин. Если одного курса лечения недостаточно, то проводится терапия другим препаратом. Выбирается препарат, которому у микроорганизмов не выработалась устойчивость. Многие женщины, опасаясь за побочные эффекты антибиотиков, остерегаются применять их внутрь. Опасения эти напрасны, так как данные препараты разрешены к применению в период беременности. Отказываться от инъекций не стоит, так как последствия гонореи гораздо опаснее и могут привести к печальным последствиям. Эффективность лечения будет гораздо выше, если применение препаратов для внутримышечного введения дополняется местным лечением. Применением антисептиков, антибактериальных свечей. С целью повышения защитных сил организма назначается лечение, направленное на стимуляцию работы иммунной системы. После проведенного лечения, соответственно, рекомендуется сдать контрольные анализы. Профилактика гонореи у новорожденных. Во время родов может произойти инфицирование новорожденного. Поэтому для профилактики врожденные гонореи закапывают 20% раствор альбуцида всем новорожденным без исключения. Девочкам закапывают 20% раствор альбуцида еще и в половую щель. При обнаружении признаков гонорейной инфекции, тем более у беременных пациенток, необходимо срочно обратиться к лечащему врачу или обращайтесь к специалистам нашего медицинского центра.